Здарова всем! Снимаем сейчас из хостела. Сняли вот такой вот номер двоих. Две кровати, столик, есть телек. Ну, телек такой маленький. Зеркало, ну и общий туалет с душем. Вот, короче, такой номер в Питере мы отдали 2080 за два дня. Мы здесь потерпим, потерпим, поживем два дня, и потом будем искать квартиру. Вот, надеюсь, найдем, потому что никто не хочет сдавать на два месяца. Нам надо квартиру снять на два месяца, а никто не хочет на два месяца сдавать. Все хотят на год и больше. То есть я уже, наверное, человек 100 обзвонил, и никто не соглашается вот в этом проблема. Вот, ну и сейчас пока что здесь перекантуемся. Еще поищем объявления какие-нибудь, может, что-нибудь найдем. Я дико устал, весь день сегодня ходили. Я таскался вот с этой сумкой со своей, с которой сюда приехал. У меня здесь куча телефонов, все телефоны с собой взял. У меня, короче, оторвалась вот эта вещь, поэтому мне ее пришлось тащить за ручку. Она весит килограмм 10, и я сегодня весь день с ней мотался. Ну, короче, полный капец. Я, наверное, сегодня потерял очень много калорий. Сейчас просто дико уставший, надо будет сейчас ложиться спать. Сегодня вообще видео решил записать по поводу OnePlus 5T. Представили вчера этот телефон. Вообще, как-то странно получилось, потому что компания OnePlus, она говорила, что они не будут выпускать OnePlus 5T, якобы ссылаясь на то, что Snapdragon не представили новый процессор, как было в прошлом году, когда был 820 и 821. Я думаю, многие помнят, и тройку они сделали на 820 OnePlus 3, а 3T они сделали на 821, якобы такое обновление, да, апгрейд. А сейчас, в этом году, Snapdragon не сделал новый процессор, то есть как был 835, так он и остался. Но OnePlus сделали новый телефон OnePlus 5T на том же самом процессоре. Почему они сделали этот телефон? Я считаю, все именно из этого безрамочного, якобы, дизайна. Они сделали соотношение сторон 18 к 3, и, соответственно, очень маленькие рамки снизу и сверху. Но зато в этом есть минусы, потому что, во-первых, мы получаем наэкранные кнопки снизу, которые отъедают полезную часть экрана. И, во-вторых, сканер отпечатков пальцев они тоже не смогли уместить на передней панели, поэтому пришлось его перебросить на заднюю крышку. И мне кажется, это не очень удобно. Я думаю, сканер должен быть спереди. Ну, мне лично больше так нравится. Они сделали это именно из этого дизайна, потому что они понимают, что сейчас все производители начинают делать этот дизайн, и что надо уже запрыгивать в этот поезд, не надо быть отстающей. Если мы не сделаем, то люди начнут покупать там какой-нибудь Samsung S8, тот же iPhone X, потому что все сейчас... Новая фишка – это вот этот вот безрамочный, якобы, дизайн. Почему безрамочный, якобы? Потому что рамки все равно есть. Просто они становятся чуть меньше. И экран становится не с 16 к 9, а с 18 к 9. То есть он становится длиннее. Длиннее. Под такой контент, под такой экран еще не готов. Еще не готов. Те же видео на YouTube, они все 16 к 9. Все фильмы, сериалы 16 к 9. Можно, конечно, это растянуть, но тогда у вас обрежется немного края. То есть это такая фишка. Это чисто удобно будет листать ленту в Twitter, в Instagram. То, что надо листать вертикально. Вот под эти задачи такой экран длинный, он подходит отлично. В остальном же игры, какие-то другие приложения, которые горизонтальную ориентацию используют, там все будет обрезаться и будет по бокам черные полоски. Это будет смотреться вообще ужасно. Вот. Что еще там сделали? Там поставили новую камеру 20 мегапикселей. Причем пиксели там очень маленькие по размеру, и они очень мало света будут захватывать. Хотя, с другой стороны, они сделали апертуру f1.7. То есть, по идее, они должны, наоборот, эта камера должна лучше фотать в плохом освещении. На 5T она должна лучше фотать, чем на пятерке при плохом освещении. Но при этом они убрали оптический зум. То есть сейчас зум только цифровой. И в OnePlus 5 там хотя бы 1.33 оптический зум, 1.33. Они не стали делать оптическую стабилизацию, оставили электронную, не увеличили батарею даже. Поэтому он будет меньше жить от батареи, потому что экран вырос. Размер экрана 6 дюймов был 5.5, сейчас 6 дюймов. Вот. Разрешение экрана чуть выросло. То есть, ну блин, я не знаю, зачем они вообще этот телефон выкатили. Могли бы подождать реально, когда Snapdragon покажет свой 845 Snapdragon, и сделали бы уже OnePlus 6. Вот эта 5T модель, я думаю, она не интересна владельцам OnePlus 5. Другим людям, ну не знаю, в принципе, наверное, можно ее купить. Стоит она будет дороже, чем OnePlus 5. OnePlus 5 начинался с 450 долларов. Этот телефон начинается с 500 долларов. То есть на 50 долларов. А нет, на 30 долларов дороже. Тот был 470. Короче, OnePlus меня не очень порадовал. Пятерка у них получилась неплохая. Ну, относительно неплохая. Было много изменений в сравнении с 3T. Но вот 5T в сравнении с пятеркой, это вообще какой-то такой странный апгрейд. Единственная фишка, это, пожалуй, этот экран. Изменили и все. Остальное мне даже меньше нравится, что сканер переехал. Что камера стала немного похуже, мне кажется. Она даже будет. Потому что оптического зума нету. Пикселей меньше. Ну, короче, надо будет сравнивать, конечно. Вообще на OnePlus не резон использовать стандартную камеру. Надо сразу ее менять на Google Pixel, как я сделал. Потому что качество отличается в разы. Как будто вы фотаете с двух разных телефонов. Я делал, кстати, пост в Инстаграме. Можете глянуть и посмотреть, насколько разница большая между Google камерой и стандартной камерой. Привет! Что, сходило в душ? Все, горячая вода есть, нормально все. Сколько там душевых? Три. Я сейчас видео снимаю. Там женский и мужской душ? Нет? Оп, сейчас тоже пойду. Блин, спать хочу. Вот. И, короче, я не знаю, буду ли я этот телефон покупать или нет. Скорее всего, не буду. Я дождусь шестерку. Похожу пока со своим OnePlus 5. Ну, потому что очень мало изменений. Я ждал, конечно. Мне было интересно посмотреть. А, да, еще там сделали разблокировку по глазам, по лицу. Это не как у Apple, когда считывают датчики. А у OnePlus будет считывать просто фронтальная камера. Вот. Но это будет, я думаю, долго происходить, это считывание. И будет много ошибок. Поэтому лучше пользоваться сканером. Вот. Так что жду я OnePlus 6 или Galaxy S9. Но вот 5T меня что-то вообще не заинтересовало. И пока я его покупать не собираюсь. На этом, ребят, все. Это были такие новости. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это, кстати, был тест, я уже говорил, на Sony. Называется эта модель Sony AS20R. AS20R снимает 1080p 60fps. Надеюсь, качество картинки и качество звука вас порадует. Все. На этом все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok